Всем привет! Сегодня посмотрим сборочку Debian X-Face 32-битную. Много люди просели. Именно предназначена для стареньких компьютеров, для ноутбуков, ну в общем для слабого железа, скажем так. Вот какое-то окошко, вводится здесь пароль, имя пользователя, они у меня одинаковые, юзер здесь, юзер там, запомнить легко. И довольно-таки быстро, значит он включается и, как говорится, можете уже исследовать операционную эту систему. Включен телевизор и, как видите, тут довольно-таки много русских каналов, поэтому, можете, как говорится, тут побегать, посмотреть, найти, что вам нравится и просматривать в свое удовольствие. Дальше, значит, Кэроток подключается вот таким образом. Вот он вот здесь сидит. Значит, ну, довольно-таки хорошая такая нижняя панелька, она разгружает верхнюю. Программа для записи с экрана, для редактирования видеороликов, для просмотра видеороликов две программки, Вишенка, значит, браузер, значит, IceVasel, Mozilla, и еще есть у нас в интернете браузер Chromium. Вот таким вот образом. То есть, имеется три хороших веб-браузера. Это вот стартует Chromium. Здесь сразу идет вот ссылочка AR, это ссылочка на сайт, где находятся хорошие учебные материалы, и откуда всегда можно скачать вот Вишенку. Самую последнюю версию взяли, вот этот файлик встали, загрузить, и скачали его. Файлик абсолютно крошечный, там 13, по-моему, мегабайт, грузится в лед, и практически он уже, он уже здесь сидит. Все, и уже им можно пользоваться. Так же, значит, на Меге всегда, значит, можно скачать вот даже вот эту сборочку. А где и откуда? Вот сама Мега. Мои, значит, 64-битные сборки. Вот в прочих сборках у меня есть дебя на 32-бит и на 64-бит. Данная сборка на 32-бит. Вот она, небольшая, на 1,7 гигабайта. Вот к ней контрольная сумма. Пожалуйста, посмотрите, как будет она работать на Ваших машинах. Дальше. Значит, что имеется еще? Ну, эмулятор терминала, файловый менеджер. Значит, графика представлена довольно-таки прилично. Значит, самое необходимое, значит, здесь уже, это говорится, присутствует. Инструменты. Ну, пожалуйста, Cherry 3, там, коночки, Crusader. Все, все, все. Самое необходимое тоже, значит, здесь есть. Из мультимедии программа для записи с экрана, для редактирования видеороликов. И программа, значит, вон, их сколько. И VLC, и проигрыватель MPV, и программа SM Player. Хватает. Из офиса, офис представлен, так сказать, нормально, в полном объеме. Есть, значит, вот электронные таблицы, есть текстовый процессор, то есть, абсолютно, скажем так, нормальный офис. Ну, и системных программ, значит, имеется, значит, вот System Bug, значит, и имеется программка FS Archiver, вот она, которая позволяет архивировать как отдельные разделы жесткого диска, так, значит, и отдельные папки или отдельные файлы. Причем, значит, вот самый лучший формат для архивирования линуксовских разделов это LZO, а, значит, для виндосовских вот GZIP Standard. Если раздел в формате Windows, то он должен быть вот архивирован лучше всего вот этой вот этим типом сжатия. Вот практически и все. То есть, очень мощные и надежные средства, значит, System Bug, значит, работает нормально, причем System Bug здесь сделан на русском языке. Вот, пожалуйста. Все здесь, как говорится, на русском языке он делает образы, образы нормально сохраняются. Но я вот при помощи System Bug делал вот этот образ, так, что все нормально, все работает. Вот таким вот образом. Сборка, значит, еще раз повторюсь, она, значит, хороша для тех, у кого старенькое и слабенькое железо. Но даже на 64-битных машинах, она будет очень шустро и быстро, значит, работать. Вот, я сделал ее для людей, у кого 32-битные машины, а у меня машина 64-битная. Все равно эта сборочка у меня, как говорится, очень шустро шевелится и нормально работает. Поэтому, значит, я вам, значит, предлагаю ее потестировать, посмотреть, и если понравится, значит, ради бога, пользуйтесь себе на здоровье. На этом я прощаюсь, до новых встреч и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok